Открывая новую профессиональную программу «Судовой повар», педагоги Венцполского техникума советовали со своими выпускниками, работающими на разных суднах в качестве поваров. Один из таких выпускников, когда-то державший экзамен перед педагогами школы, сегодня уже сам знакомит их со спецификой работы КОКО. Гордиться Владимиру Иванову есть чем. Он уже 4 года работает шеф-поваром на разных суднах. Последнее рабочее место – барон Ватлинг-стрит, принадлежащий компании «Сканлайнс». Здесь, как на любом судне, это как маленькая земля. Здесь все. Ты как и пожарник, как спаситель. Очень много включается в этой сфере. И это очень отличается от повора на земле. Ну а физическая подготовка? Тоже важна. Очень. Здесь работы много. Всегда надо быть готовыми. Морская болезнь? Нет. Прием продуктов на борт, переработка, хранение и приготовление холодных и горячих блюд для 54 членов экипажа и для пассажиров, число которых в среднем составляет 245 человек. Таковы главные обязанности шеф-повара. Педагогов интересует все. Техника, кухонный инвентарь и шкафы с посудой, закрывающиеся на случай шторма. Можно открыть? Да, конечно. Сколько здесь можно испечь? Много, очень много. Коку надо быть сильным человеком. Надо работать и в шторм, и в пути, и на стоянке, чтобы не было травм во время качки. Надо освоить процессы приготовления, соблюдая все правила. Сколько можно воды в котел наливать? Сколько нужно класть продуктов в котел? Это все они соблюдают. Это отличается от работы на берегу. В принципе, основные издания от повара, плюс еще вся жизнь на судне, да, и хирургия, которая, и уважение к капитану, к обслуживанию, и плюс еще вся дрожьба. Безопасность на судне, да, курсы СОЛОС, которые тоже будут оплачиваться от Европейского Союза. Профессией повара можно овладеть, пройдя курс обучения. Чему нельзя научить, так это легко переносить морскую качку и изолированное пространство. Педагоги-техникам обещают студентам пробные выезды на подобных паромах в ходе практики. Владимиру повезло. Морская болезнь посещала его лишь на первых порах работы, а чувство изолированности не пугает. Месяц на земле и месяц в море – это тоже облегчает. И очень часто связи с телефонами, интернет, и как бы не так страшно. Нет такого чувства изолированности? Нет, нет, слишком много работы, мысли заняты, работы. Новый курс венсполского техникума судовой повар вызвал интерес у молодежи. Освоить профессию пожелали 26 человек. Новая программа будет финансироваться Фондом Европейского Союза, а это значит, что обучение проходит бесплатно и студенты получают стипендию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова